2021 год объявлен в нашей стране годом науки и технологий. Послание Федеральному собранию президент России Владимир Путин сказал, что наука в современном мире имеет абсолютно ключевое значение и важность науки подтверждается серьезным финансированием научных исследований из бюджета страны. А начинаются научные карьеры со студенческой скамьи. Именно во время обучения проявляются одаренные студенты, неравнодушные к научным исследованиям. В филиале Кубанского госуниверситета в городе Славинске-на-Кубани для талантливых молодых людей созданы отличные условия для того, чтобы они могли под руководством опытных ученых вести исследования, готовить выступления, делать публикации. Старшее поколение передает опыт младшему, учит их, как чувствовать себя научными работниками, а не просто педагогами. Ибо им придется осваивать такую целину, скажем, как наша регионалистика. Мы очень много кафедрой, занятой региональным исследованием Кубани. Здесь перед вами и словари, и различные научные труды, и коллективные монографии. И очень приятно, что студенты собирают материал, обрабатывают его, высказывают свои предположения о направлениях изучения. Великороле фестиваля «Дни молодежной науки», на торжественном открытии которого мы побывали. В программе фестиваля ряд научных мероприятий. Студенты, профессорско-преподавательский состав филиала, гости фестиваля познакомились с экспозицией, публикацией преподавателей и студентов. Были представлены основные научные школы и направления исследовательской деятельности, проводимой на кафедрах и в лабораториях филиала. Проректор по научной работе и инновациям Кубанского государственного университета Михаил Шарафан приветствовал участников фестиваля, поздравил с открытием недели науки и поблагодарил коллектив преподавателей за хорошие результаты в научно-исследовательской деятельности, реализацию проектов, поддерживаемых грантами научных фондов. Он также тепло напутствовал начинающих исследователей, обратил их внимание на различные виды поддержки их работы. Очень важно именно проведение недели науки, где есть возможность обмена мнениями, дискуссионной площадки, выступления. То, что сейчас я услышал, очень интересный доклад, связанный с именами в области гуманитарных наук. Вообще очень сегодня в науке возрастает роль метапредметности, междисциплинарности, и поэтому все современные открытия последних лет, они возникают на стыке наук. И очень важно сегодня именно соединение естественно-научных, гуманитарных, технических направлений. Сегодня Кубанский государственный университет, с учетом всех его, скажем так, филиалов, является крупнейшим в регионе грантодержателем. Не исключением является и филиал Сваненска на Кубани. Только за последние два года здесь реализуются четыре проекта фонда РФФИ. Прозвучало также традиционное слово об известном ученом. Были интересные и глубокие доклады от ведущих научных работников филиала госуниверситета. Именно на них равняются молодые исследователи, которые только делают первые шаги в науке. Мы формируем будущие научные кадры именно через такие конференции. Мы можем выявлять талантливых студентов, которые имеют склонность к занятиям вот этой трудной и почетной деятельности. То есть стать ученым с большой буквы, она и позволяет выявлять. Мы выбираем какое-то научное направление, мы публикуемся в журналах, выступаем на конференциях, мы ее готовим. А дальше после окончания это магистратура, ну а после магистратуры это эспирантура. Научная молодежь в рамках фестиваля получила возможность принять участие в дискуссиях, семинарах, мастер-классах, круглом столе, в конкурсе лучших научных и творческих работ студентов. Я лично выступаю, начиная с первого курса на неделе науки. Наши студенты являются активными участниками всяких международных, всероссийских конкурсов. Также наши студенты являются лауреатами стипендий Краснодарского края для талантливой молодежи касаемо научной деятельности. Мы выступаем во всех секциях недели науки. Будущее кубанской науки впрямую зависит от того, насколько активно и целеустремленно включится молодежь в научные исследования. И судя по всему, в университетских стенах подрастает в настоящее время новое поколение ученых. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.